всем привет мои дорогие друзья сегодня у меня на обзоре один из самых крутых самых флагманских телефонов viva 2020 года это модель x 50 pro и знаете сколько стоит этот телефон чуть меньше штуки баксов он стоит 64 тысячи девятьсот девяносто рублей то есть 65 тысяч дороже чем iphone 11 на 5000 представляете какой цены этот смартфон 65 тысяч это китайский смартфон от компании viva и он стоит 65 тысяч но почему он столько много стоит давайте сегодня с вами попробуем разобраться и первое что хотелось бы проверить это конечно же комплектацию что здесь такого интересного поставляется с этим телефоном но такая вот большая квадратная упаковка коробка здесь у нас ванночка под сам телефон photography redefine it дальше в комплекте идет силиконовый прозрачный чехол также в комплекте идет быстрая зарядка максимальной мощностью 33 ватта дальше документация скрепка чтобы открыть сим-лоток это у нас кабель usb type-c и это у нас наушники наушники проводные все больше ничего в комплекте нет также сам телефон на экране еще телефона наклеена защитная пленочка давайте я соберу всю комплектацию и продолжим уже касательно телефона покажу вам как он выглядит его дизайн так ну и вот посмотрите в каком в каком он у меня таком красивом цвете цвет короче сверху серый серебристый и внизу он переходит какой-то более такой темно-серый такой некий градиент от светло-серого к темно-серому но это все так тоже переливается здесь используется стекло матовая матовая да но все равно на нем конечно видны отпечатки не так хорошо как на глянце но все равно видны вот такая вот здоровая камера кстати вот это вот особенность этого телефона это вот этот огромный объектив камеры просто громадный посмотрите какой он здесь здесь целых четыре камеры то есть 1 2 3 и вот она еще четвертая три вспышки 1 2 3 это вот сзади как выглядит телефон вверху у него микрофон здесь вот еще надпись смотрите какая прикольная professional photography еще переливается радугой видите да как оригинально сделано необычно снизу у нас разъем для зарядки usb type-c это sim лоток можно вставить две симки и это динамик динамик сбоку у нас кнопка включения качелька регулировки громкости ну и слева ничего абсолютно нет вот эта рамка она сделана из алюминия экран экран закруглен то есть мы видим что здесь экран водопад видим закругление по бокам ну в общем внешний вид конечно солидный дорогой чувствуется что телефон очень дорого сделан выполнен из премиальных материалов все очень красиво дорого камера выпирает камера сделана из такого как бы стального набалдашника да вот этот кажется такая сталь здесь еще одна ступенечка то есть вот раз ступенечка потом два ступенечка здесь еще три модуля но общем телефон прикольно смотрится он достаточно легкий и тонкий мне нравится что он очень-очень тоненький изящный изящный реально изящный сканера на задней крышке нет в кнопке включения нет сканер здесь находится прямо в экране вот он видите сейчас обозначается я прикладываю палец и телефон разблокируется все очень просто и легко работает очень быстро никаких проблем с ним не возникает ну и также можно настроить разблокировку по лицу я вот не помню настраивал нет да настраивал вот видите я только нажимаю он прям автоматически быстро разблокируется вот видите а так не будет я посмотрю и он сразу разблокируется камера фронтальная слева в углу слева камера кстати здесь фронтальная 1 ну и давайте обратите внимание какие здесь маленькие рамки на белом фоне это будет хорошо заметно вот нижняя рамка очень маленькая и верхняя рамка тоже очень маленькая боковые за счет того что экран загнут их как будто вообще нет но они все равно чуть-чуть виднеются но чисто визуально верхняя и нижняя рамка кажется больше чем боковые экран здесь не сильно загнут но все-таки загнут примерно как на самсунге линейки galaxy s 20 с 20 с 20 ultra с 20 плюс не так как на mi note 10 например сяоми там экран загнут еще сильнее что значит здесь по экрану диагональ здесь 6,56 дюйма это большая диагональ это считается уже таким полноценным фаблетом и одной рукой но его конечно можно можно использовать но дотягиваться вы до верха не будете придется делать такие вот движения перебирание его в руке то есть это реально здоровый телефон экран здесь amoled и разрешение 1080 на 2376 точек то есть это full hd плюс и также здесь поддерживается частота обновления экрана 90 герц вы можете поставить например 60 либо 90 ну 90 соответственно плавнее да все будет плавнее листаться но при этом аккумулятор будет быстрее сажаться так что можно чередовать когда-то 60 включать когда-то 90 в играх например 90 но в обычном режиме можно и 60 ограничиться по железу дорогие друзья что у нас здесь хоть телефон и стоит очень дорого 65 тысяч рублей но почему-то они не стали сюда ставить флагманский процессор из линейки snapdragon 800 они поставили 765g процессор qualcomm с поддержкой 5g кстати да этот телефон поддерживает реально 5g сейчас это для нас не очень важно но может быть года через три через четыре это будет очень важно популярно распространено в нашей стране но пока вот это такая приятная особенность которой особо попользоваться нельзя что у нас по системе значит сколько оперативы а 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт внутренней памяти то есть памяти здесь конечно навалом памяти много 8 256 получается центральный процессор как я уже сказал snapdragon 765 не самый мощный но один из самых мощных то есть это уже выше среднего 7 нанометров 8 ядер и что у нас здесь еще частота 2400 мегагерц видео ускорителя адрена 620 вот такие вот показатели то есть конечно он проиграет например тому же пока и как x2 pro до f2 pro кому он еще проиграет но каким-нибудь ми-десятому сяоми кто еще там мощнее его какой-нибудь real me x55 g до x50 pro вот примерно он равен по производительности ван плюсу ван плюс nord который тоже на 765 вот примерно уровень viva x50 pro такие процессоры как правило в antutu показывают телефоны с такими процессорами в antutu показывают около 300 тысяч баллов здесь будет немножко побольше потому что здесь памяти много здесь 256 гигов внутренней памяти 8 гигов оперативки это тоже все влияет на и на итоговый результат antutu потому что antutu учитывает и мощность самого процессора и памяти и саму оболочку насколько она оптимизирована да все учитывается поэтому давайте проведем тест посмотрим сколько он наберет баллов и так ну и вот такие у нас результаты триста тридцать две тысячи баллов много это нормально этого достаточно реально этого достаточно и будет достаточно еще на годика 34 нормального использования так что можно особо не париться значит что у нас по нагреву на три ну практически на 4 градуса нагрелся телефон и три процента он потерял аккумулятора за время прохождения теста вполне средние результаты хотя некоторые телефоны греются могу сказать меньше имеют греются на два градуса там кто-то здесь вот на 4 градуса но это тоже в пределах нормы это не очень много что касаемо камеры конечно же этот телефон наверное будут покупать именно из-за камер из-за его крутых камер основная камера здесь на 48 мегапикселей в чем ее особенность то что у нее очень большая светосила здесь апертура f1 и 6 такое редко встречается в смартфонах и он очень классно фотоет при плохом освещении у меня вот уже готовы фотки вам сейчас покажу он реально круто снимает у него мало шумов четкая картинка детализированная ночью фотать одно удовольствие причем у него есть еще такой режим классный как она звездное небо называется да очень прикольно выглядит поэтому вот пофотать ночью именно с этого телефона можно красивые снимки получить можно потому что он на это способен также здесь 8 мегапиксельная телефото матрицы да это точнее этот как его ширик ширик 8 мегапикселей и 13 мегапикселей двухкратный оптический зум вот портретная фотка 13 мегапикселей вообще зум здесь максимальный 60-кратный но это уже цифровой зум он уже конечно сильно першит шумит на нем уже серьезно что-то в хорошем качестве сфотать не получится но возможность типа такая есть на всякий случай адекватный зум это где-то вот до 10x пожалуй дальше уже начинается не очень четко да пожалуй да вот где-то вот 10x примерно вот еще что-то видно еще что-то четко дальше уже конечно не особо ну и одна фронталочка а фронталочка здесь у нас на 32 мегапикселя смотрите когда переключаюсь он подсвечивает фронталку чтобы я видел куда смотреть смотрите об сейчас переключусь об она вот она видите прокрутилась и вот такая вот здесь фронталка давайте сделаю сейчас тестовую фотку об фотка сделана и смотрим на качество качество кстати вполне себе обычное я бы не сказал что все супер четко кстати ставится по умолчанию watermark а дата можно это все в настройках убрать если вам это не нужно вот то есть качество как качество нельзя сказать что реально прям вау круто супер обычная камера обычная камера фронталка кстати пишет видео в формате full hd тоже как бы простенько вот еще одна фотка вот как фронталка фото 32 мегапикселя что у нас по задней камере ну задняя конечно намного интереснее еще чем она отличается вот эта камера то что у нее офигенная стабилизация просто офигительно если вы будете снимать видео на ходу и или бежать или ехать куда-то и снимать видео с этого телефона у вас будет ровная картинка получаться то есть не будет ничего трястись просто офигенный стабилизатор здесь встроен по видео телефон способен записывать 4k 60 кадров в секунду как флагманы получается очень четкая качественная картинка получается ну и фото 48 мегапикселей давайте я вам сейчас покажу несколько примеров вставлю их но камера здесь реально четко реально четко флагманского уровня телефон в принципе наверное и заточен именно его основная фишка это камеры безусловно это не ну и дизайны и все в совокупности но самое главное выделяющиеся это естественно камеры и особенно вот это вот огромная камера светосильная она просто что-то с чем-то фотоит ночью очень хорошо ну и вот как вот это основная камера так ну и теперь давайте я вам покажу примеры фоток особенно в плохом освещении покажу пример видео супер стабилизации итак ребята ну а теперь мы тестируем супер стабилизацию на телефоне viva x50 pro вот сейчас я иду обычным шагом таким прогулочным и посмотрите что картинка она практически не двигается то есть она как будто я снимаю с каким-то профессиональным стабилизатором но нет просто держу телефон в руке давайте немножко покажу красоту нашего парка так ну а теперь давайте немножко ускорим шаг вот теперь я иду шагом таким спортивным спортивным шагом посмотрите хоп 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 а теперь я пробегу все я побежал я бегу но вот собственно говоря вот так вот работает стабилизация на viva x50 pro что здесь за оболочка такая стоит ну здесь фирменная оболочка от компании viva работает поверх 10 android это фантач ос фантач ос кто-то о ней слышал кто-то они не слышал ну сейчас наверное она становится все более популярна потому что компания viva уже делает много разных телефонов в нашей стране продает их точнее здесь делает в китае понятное дело просто много предложений она делает для нашего рынка и поэтому многие уже к ней привыкли здесь у нас что есть меню приложений оболочка обновляется постоянно на десятом android работает и в целом претензий у меня к ней нет нормальная удобная хорошая оболочка фантач ос работает все стабильно плавно ну и такое железо позволяет этому все быстро работать по поводу батареи что у нас здесь значит по поводу аккумулятора ну первое первый момент то что аккумулятор несъемный как у большинства современных телефонов его емкость составляет четыре тысячи триста пятнадцать миллиампер час вот такая вот нестандартная емкость не ровная да не четыре тысячи ровно не пять тысяч а четыре тысячи триста пятнадцать напоминает мне что-то айфоновское у них тоже все время какие-то цифры неровные кстати еще в этой оболочке фантач ос мне нравится что время в вот этой панели уведомлений до верхней выводится по центру прямо по центру вообще прикольно выглядит прикольно смотрится не здесь где-то как у большинства телефонов не здесь а именно по центру ну и теперь послушаем музыку на максимальной громкости динамик лишь один то есть звук не стерео максимальная громкость перемотаю обычный звук ничего тоже сверхъестественного до флагманского немножко не дотягивает нужно было делать стерео за такие бабки дады было делать стерео в итоге чё я могу сказать по этому телефону стильно выглядит и крутая камера это вот его основные можно сказать плюсы достоинства кстати да я совсем забыл сказать что у этого телефона естественно есть и на все за такие деньги странно было бы если бы его еще здесь не было бы да ну короче 65 тысяч рублей дороговато дороговато но телефон выделяется именно своей камерой и своей необычностью своим стилем если кому-то нравится такой дизайн сверхтонкий стильный прикольный необычный не похожий на других то конечно можно такой телефон рассматривать но учтите что вариантов конечно есть масса других за такие деньги это все-таки деньги очень большие 65 тысяч рублей за телефон китайского производства но это конечно не каждый может себя перебороть и сделать этот шаг да на этом буду с вами прощаться это был viva x50 pro всем удачи с вами был дима всем пока до скорых встреч